В системе эдукации у Беларуси за все-таки надавалась великая увага, а для все летая она увеличилась у разы. Ситуацию у Галине анализовали отразу три республиканские комиссии. Зараз ритуется на радость у делом кероника державы. Разом с тем, во Ураде-Переканане, перед принятием важных расшений, необходимо еще раз справиться с практиками. Спектр пытаний вельми широкий, от замасывания на одном месте молодых специалистов-наставников до подтримания в належном стане материально-техничной базы. Сегодня у школах Гомской области не шматлюдно. Дети, еще находятся на каникулах, а дорослые, які уже вернулись за отпочинку, завершают опошние работы по подрихтовке установ до нового научного года. Прас два тыдня школы повинны быть знову готовыми до занятков. Особливая увага по часу встречи вице-премьера с наставниками – якось занятков. Сегодня выкладчики повинны рыхтовать такую колькість часто никому не потребных справоздач, что часу на подрихтовку до уроков не так уже и шмат. Есть нарекания на якось подручников, вельми складанным для засвоения материалом. Бау ради проблему разумеюць и обіцаюць выращыць на протягу пяти годов. К первому сентября будут переработаны программы первого, пятого и десятых классов, а в течение пяти лет будут разработаны новые учебники, которые будут понятны и доступны как для учащихся средних школ, так и для их родителей. А про чатаго с гетагогода выращено одновить профильные классы. За аргументами наставников спрочаться тяжко. Немогчима над ним уроку займаться с одорванными учнями по глибленной программе, с усім остатними по звичайной. Те учащиеся, которые хотят получить знания, они должны учиться в профильных классах, получат подготовку соответствующую и смогут поступать, легче будет поступать в высшее учебное заведение. Другие учащиеся, те, которые в профильных классах не учаются, могут продолжить свое образование в лицеях. У ученей, которые не трапят у профильные классы, застанется максимальность выборов протягнуть учебу у звичайных классах, у школе, типа дать документы у профессионально-технической установки. Статус, о которых, до речи, плануется повысить, вице-премьер Наталья Качанова-Пираканана, назирается явный перокос в бок рекламы высшейшей эдукации. Во-первых, сегодня в Краине потребны рабочие высокой квалификации. По-другому, шлях УВНУ у любого выпадка никому не закрыт. Были бы сдольности и жадания. Если сегодня не совсем дается учеба, почему ребенку не пойти получить и среднее образование, и еще специальность, чтобы дальше реализовывать себя? Захотел ребенок учиться? Пожалуйста. Нет, значит, у него есть уже профессия, по которой он может идти работать. Другой вопрос, что профессионально-технические учреждения должны работать над тем, чтобы выпускать действительно квалифицированных специалистов. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель» с Мазара.